МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Мы говорим на темы, которые волнуют каждого жителя Самары. Столкнулись с произволом, беззаконием и цинизмом в сфере ЖКХ? Мы поможем, научим, объясним. Включайтесь в эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС». Мы поднимаем самые острые темы и оказываем реальную помощь. «Совет моего дома» решит проблемы вашего. Мы собираем вопросы жителей в социальных сетях. И вот один из самых популярных. Как сменить управляющую компанию? Для того, чтобы принять решение о смене управляющей компании, необходимо создать инициативную группу. Либо это совет дома, либо это инициативная группа. Прежде чем уйти от управляющей компании, вы должны определиться, а куда вы уйдете. То есть вы определиться должны с управляющей компанией, новой. Следующий момент. Рекомендую, когда вам понравилась эта управляющая компания, сходить на те дома, которыми она управляет. Пообщаться с жителями, с председателем совета в дому. Первое, на что вы должны обратить внимание, это договор управления многоквартирным домом. Если эта управляющая компания использует в своей работе модельный договор, значит она работает открыто. После того, как вы проводите общее собрание собственников, оформляете протокол, передаете этот протокол новой управляющей компании, и она уже оформляет все необходимые документы и передает в Государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция, получив этот протокол, проверяет его на наличие всех атрибутов протокола, кворума и прочее все. И если все нормально, издается приказ о переходе вашего дома в реестр новой управляющей компании. В некоторых обращениях, которые ежедневно фиксирует муниципальный центр управления Самары, жители города просят украсить газоны, а также высадить деревья, цветы и кустарники. К примеру, только в этом сезоне в микрорайоне «Крутые ключи» совместными усилиями жителей, управляющей компании и районной администрации было высажено более 30 саженцев молодых деревьев. Запрос о необходимости высадки зеленых насаждений вблизи домов поступил от жителей микрорайона через социальные сети. О том, как решался этот вопрос, расскажем в нашем сюжете. Самое надежное укрытие для теплолюбивых растений – это снег, отмечает жительница микрорайона «Крутые ключи» Тамара Тихонова. Но некоторым видам кустарников нужен дополнительный уход. К примеру, ветки гортензии на зиму необходимо уложить на землю, отмечает женщина, и немного перевязать веревкой. Тогда растения легко перезимуют и порадуют горожан в следующий весенний сезон. Цветы и кустарники у 45-го дома по улице Мира высадили по просьбе жителей после обращения в районную администрацию. Они подали заявку через социальные сети. Обратная связь не заставила ждать. В порядок зеленую зону жители дома приводили совместными усилиями. Район мне нравится. Здесь хороший воздух, хорошие люди, очень добрые люди. Здесь как соседи, сплоченные. Мне нравится здесь. Район хороший. Пермидальные тополя, жасмин, сирень, спирей и чубушник появились и у первого дома по улице Крутые Ключи. Татьяна Бодрова рассказывает, дом расположен у дороги, детскую площадку обустроить нельзя, а вот зеленых насаждений очень не хватало. Основной рост эти деревья и кустарники дадут весной при плюсовых температурах. Пока же жители присматривают за оазисом и обещают относиться к зеленым насаждениям бережно. Но они еще только маленькие, мы за ними будем ухаживать весной, конечно, чтобы ни одно дерево не погибло. Деревья – это хорошо, когда много особенно. Очень красиво становится, благоухает у нас в Крутых Ключах по весне, когда все у нас расцветает, очень красиво становится. Ну и приятно людям, жителям приятно здесь. Работа по высадке деревьев и кустарников продолжится весной. В планах жителей и районной администрации озеленить территории у каждого жилого дома в Крутых Ключах. Нередко жителям Самара совместно с представителями районной администрации приходится бороться с несанкционированными постройками. Это могут быть малые продуктовые магазины, небольшие киоски и даже стихийные продовольственные рынки, которые располагаются вблизи жилых домов. Многие строения, как правило, заброшены. Демонтировать собственники их не спешат по причине финансовых затрат. Тем временем незаконные постройки не только портят внешний облик улиц, дворов, парков и скверов, но и становятся легкой добычей хулиганов. На конструкциях рисуют граффити, бьют стекла и частично разбирают. Недавно проблему с таким киоском решили на пересечении Советской армии и Московского шоссе, где монтаж провели при участии районной администрации и представителей комитета потребительского рынка. Посмотрим сюжет о том, как проходил снос незаконной конструкции. То стекла выбьют, то двери сломают, а то и вовсе частично разберут. Историю о небольшом киоске рассказывает жительница Октябрьского района Елена Агурова. Здесь она часто гуляет с детьми, а поэтому желает, чтобы территория была благоустроена. Я обратилась к главе администрации Октябрьского района в соцсетях с просьбой разрешить эту проблему, потому что везде идет в городе благоустройство. Соответственно, Александр Викторович буквально в кратчайшее время вопрос решил. Большая благодарность, спасибо так держать. Этот торговый павильон на пересечении улиц Советской армии Московского шоссе площадью более 80 квадратных метров изначально был установлен на законных основаниях. Потом договор с собственником расторгли и киоск быстро пришел в негодность. Местные жители написали обращение в социальные сети с просьбой демонтировать давно не работающий объект. Он имел большой общественный резонанс. Жители, а также гости города, здесь проходящие, смотрели на это безобразие. Мы его демонтировали. На требования городских властей убрать павильон собственник никак не отреагировал. Убедившись в том, что хозяин в установленный 10-дневный срок не собирается демонтировать торговую постройку, представители администрации Октябрьского района приняли решение о ее сносе. Наша какая задача? Мы передаем жалобы администрации. В конце концов, настал такой момент, когда уже накипело, как говорится, и пришлось принимать вот такие крайние меры. Сообщили в отдел потреб рынка, соответственно, вот уже дальше выполнена была работа по демонтажу павильона. Так как мы при администрации находимся, у нас постоянное взаимодействие, то есть, как говорится, все на горячую, сразу напрямую передаем все вопросы от жителей. В ближайшее время на освободившейся территории планируют оборудовать отдельный вход в храм всех святых. Пространство будет приведено в порядок и благоустроено. Сегодня на конкретных примерах мы в очередной раз показали, как решаются коммунальные вопросы, поступающие от жителей города. У нас еще много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. О них мы подробно расскажем уже в следующих выпусках программы. Обсудим наболевшие темы вместе с экспертами ЖКХ и вновь расставим правильно. Знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Встретимся в следующую среду в эксклюзивном проекте телеканала «Самара ГИС». Включайтесь в 18.55 и помните, совет моего дома решит проблемы вашего. С вами была Ольга Павлова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова